В Гамбурге впервые встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Их встреча стала одной из самых обсуждаемых в мировых СМИ. 7 по 8 июля Гамбург стал основным источником новостей мирового уровня. Саммит Большой двадцатки на фоне попыток полиции сдержать антиглобалистов, которые все крушат и жгут. G20 это был трудный и необычный саммит в первую очередь для немецких строителей. В рамках саммита Большой двадцатки Германия в первый раз принимала такое большое количество гостей. Сейчас Ангела Меркель прекрасно отдает себе отчет, что Гамбург заполнится не заседаниями, решениями лидеров G20, а небывалыми программами и столкновениями полиции с противниками саммита. Немецкие власти хотели продемонстрировать всему миру, как в условиях истинной демократии, возможной мирной акции протеста инакомыслящих. Но вместо этого весь мир увидел небывалый разгул насилия и провокации. Сорвать саммит антиглобалисты оказались не в состоянии, но они добились того, что внимания им мировые СМИ уделили не меньше, а то и больше, чем саммиту. На самом деле сейчас тенденции в мире, они носят характер антиглобалистический. То есть Трамп выступает против миграции, Трамп выступает против экономической интеграции с некоторыми странами Азиатского, Вартикианского региона и так далее. То есть это что? Это изоляция происходит. И люди, которые выходят митинговать, они тоже выступают против тенденции глобализма. К примеру, Брекзит, есть исследование современное политологически считается, что Брекзит и голосовали за Брекзит те люди, которые проиграли от глобализации. ТРС саммит оказался весьма полезным и продуктивным. Он продемонстрировал, что исключение из Большой Восьмерки вовсе не помеха широкому взаимодействию с окружающим миром. Первая встреча президентов Путина и Трампа стала успешной. Трамп не побоялся проявить свое уважение и доброжелательность по отношению к Путину, а тот ответил ему взаимностью. Трамп для нас ценен тем, что он готов к диалогу. Он постоянно подчеркивает, что мы будем с Россией говорить, мы будем развивать диалог, мы не будем закрываться. Куда этот диалог пойдет? То есть смогут ли, например, мы отменить санкции в ближайшие 2-3-4 года? Смогут ли решить проблемы Сирии на Украине, достичь консенсуса? Но это неизвестно. Общение российского президента на саммите вселяет надежду, что рано или поздно с курсом на изоляцию России будет покончено. И сотрудничество с ней войдет в прежнюю нормальную колею. Диана Шилова, Леонард Волесьяров, Универньюс.